Господа, всем привет! И начиная с этого ролика я хочу завести новый плейлист на канале, который будет рассказывать про чистый JavaScript. Зачем я это делаю и какая у меня цель? Потому что уроков по JavaScript достаточно много на YouTube и вы можете их свободно находить. Но обычно все эти плейлисты и все эти уроки рассказывают про самые основы языка. То есть рассказывают про циклы, про условные операторы, про работу с домом и так далее. Но мало кто рассказывает про, в кавычках, сложные элементы в JavaScript. И поэтому в этом плейлисте я не буду рассказывать про основы, но я буду рассказывать про сложные его элементы на простых примерах, где буду пояснять, что это означает, как это работает и как с этим вы можете взаимодействовать. Поэтому если вам данное видео будет полезно и вы найдете для себя что-то новое, то обязательно подписывайте, ставьте лайки и поддержите это видео. А также можете добавлять меня в друзья в ВКонтакте. Ну а мы начинаем и начнем мы, пожалуй, с такой очень серьезной темы, как прототипы. Что это такое, зачем это нужно и как это работает внутри JavaScript. Давайте рассмотрим это на простом примере. Сейчас у меня есть очень простое приложение, есть индекс.html файл, который просто подключает скрипт, и есть индекс.js файл, который просто пустой. И слева, соответственно, я просто вывожу в браузере этот индекс.html. Теперь давайте, допустим, заведем какой-нибудь объект и немного поиграем с ним. Допустим, с помощью ключевого слова const я заведу новый объект, который назову person. И объекты в JavaScript создаются через фигурные скобки. Предположим, что у этого персона будет несколько полей. Например, поле name со значением максим. Допустим, у него будет поле age, например, 25. И также я заведу здесь какую-нибудь функцию, потому что внутри объектов мы также можем создавать функции. Например, функцию я назову grid. Это будет функция. И все, что она будет делать, она будет в консоль выводить сообщение grid. Окей, мы получаем некоторый объект. И если в браузере мы обновим страницу, и дальше я обращусь к консоли. Здесь я напишу person. person, то мы увидим те поля, которые мы и выводили. То есть у нас есть некоторый объект, и мы можем получать доступ до определенных полей, которые в нем есть. То есть, например, мы можем получить его имя через поле name. Мы получим максим. Дальше мы можем вывести age. Получим 25. И если мы, допустим, вызовем функцию grid, это функция, поэтому я ее вызываю, то в консоли мы получим соответствующий результат grid. То есть здесь, в принципе, нет ничего необычного. Теперь, допустим, я очищу консоль и попробую сделать что-нибудь совершенно странное. Например, я обращусь также к нашему объекту person и выведу у него значение функции, например, say hello. Здесь я нажму enter, и мы получим ошибку. Потому что у объекта person нет такой функции, как say hello, потому что мы ее не определили. И, в принципе, это выглядит логично. Но вот в чем загвоздка. Если я также обращусь к этому person и, допустим, вызову у него метод, который называется toString, то, как видите, мы не получаем никакой ошибки, и при этом в консоли мы получаем сообщение object object, который является, по сути, строкой. И вы можете мне задать вопрос, почему на функцию say hello у нас выдается ошибка? И, в принципе, логично, потому что мы ее не определяли. Но когда мы вызываем метод toString, мы получаем какое-то значение, и никакой ошибки нет. На самом деле все очень просто. Так работают прототипы. И, учитывая, что у объекта нет функции say hello, мы получили ошибку. Но у прототипа есть функция toString, мы получили некоторые значения. Пока еще непонятно, но давайте напишем следующее. Person. И просто я нажму enter. Теперь в консоли мы можем раскрыть данный объект и увидеть те поля, которые мы заводили. Но помимо этих полей, которые есть у нас в скрипте, также браузер нам показывает некоторое свойство, два нижних подчеркивания, proto. Это специальное свойство, которое является ссылкой на прототип объекта. И здесь мы можем видеть название object. Это название некоторого родительского класса, можно так сказать, который является родителем для этого объекта. И если мы раскроем данное свойство, то здесь мы увидим большое количество методов, где, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим метод, который называется toString. То есть, когда мы вызывали метод toString, мы смотрели вначале на верхнем уровне данный объект. Если мы его не находили, мы шли в прототип и находили данный метод toString. Как это работает и почему вообще мы взаимодействуем с прототипами? Давайте перепишем наше приложение немного иначе. Помимо того, что мы можем создавать объекты через фигурные скобки, то есть на самом деле это просто определенный ярлык для упрощения создания объектов. Но мы можем переписать создание объекта person немного иначе. Мы можем также написать person равно new object. И в конструктор данного объекта мы можем передать те свойства, которые определяли ранее. И этого person я закомментирую. Ну и точнее вообще удалю. То есть сейчас мы более очевидно видим, как происходит создание объекта. То есть переменная person на самом деле является инстансом класса object. Если же мы обновим страницу в браузере и напишем здесь person, то по сути мы увидим тот же самый результат. То есть мы получаем те же самые поля и мы также получаем некоторые свойства прототипа. По сути в JavaScript любые вещи, которые создаются, они являются на самом деле объектами. И чуть позже по уроку мы про это поговорим. И данный случай не исключение. То есть мы видим, как мы создаем переменную person от класса object. И поэтому, когда мы создаем, передаем сюда какие-то параметры, помимо этих параметров нам также в объект попадает еще и прототип самого главного класса в JavaScript, то есть объекта. И он несет в себя другие поля, которые мы можем использовать. То есть на самом деле прототип это тот же самый объект, но который присутствует у родительских каких-то сущностей. Теперь что мы можем с этим сделать? Допустим, мы можем обратиться к глобальному классу object. И дальше мы можем обратиться к его свойству, которое называется prototype. И в этом прототипе мы можем создавать какие-либо новые поля. Например, я могу создать здесь функцию sayHello. Это будет у нас функция, где, допустим, мы будем в консоли выводить сообщение hello. То есть сейчас обратите внимание на то, что я написал. Мы создаем объект person, как ранее, и у него нет функции sayHello. Дальше мы обращаемся к прототипу класса, от которого мы создаем данный объект, и задаем ему новую функцию. И теперь, если в консоли мы напишем person, и дальше попробуем вызвать метод sayHello, то, как видите, Chrome уже мне подсказывает, что такое метод есть. И если я нажимаю Enter, мы получаем ожидаемый результат. То есть, по сути, благодаря вот этой конструкции, мы расширили базовый прототип класса object и добавили в него новый метод. И после чего он стал доступен для того объекта, от которого мы создаем. И на самом деле прототипы так и работают. То есть это определенный объект, который присутствует у родительских элементов. И с помощью него мы можем наследоваться от разных объектов и иметь доступ к более расширенным функциям. Теперь, для примера, давайте рассмотрим еще один момент. Допустим, я создам новую переменную, которую назову Lena. И дальше я могу обратиться к глобальному классу object, и у него есть метод, который называется create, с помощью которого мы создаем новые объекты. И далее в метод create мы можем передать какой-то объект, который на самом деле будет являться прототипом для объекта Lena. Например, в качестве прототипа я могу сюда указать объект person, потому что прототип — это объект, и переменная person также является объектом. Теперь, если я все сохраню и посмотрю в браузере, напишу Lena, то мы увидим, что это пустой объект. Но, допустим, сейчас, если напишу Lena.grid, то мы получим определенный результат. Если я напишу здесь Lena, например, toString, то мы получим также какой-то результат. Но объект Lena, он на самом деле ведь пустой. Однако, если мы его раскроем, то на верхнем уровне мы ничего не увидим, но у него есть прототип. Если же мы его раскроем, то в первом уровне мы увидим прототип того объекта, от которого мы создавали. То есть это в нашем случае объект person. И дальше у нас есть еще нижний прототип, у которого есть функция sayHello, или, например, функция toString, которую мы вызывали. И, по сути, сейчас что мы можем сделать? Мы можем делать с объектом Lena что угодно. То есть, например, мы можем набирать Lena name и получать здесь поле Maxim. Опять же, когда мы раскрываем объект Lena, у него на верхнем уровне нет никаких полей. Но если мы раскроем прототип, то у него есть поле name, которое равняется Maxim. Теперь, допустим, что это нелогично, и у объекта Lena должно быть свое имя. Что мы можем сделать? Мы можем написать Lena.name равно Елена, например. Если же я обновлю страницу и дальше напишу Lena, то мы увидим, что теперь на верхнем уровне есть поле name. Если я напишу Lena.name, то мы получим здесь значение Елена. Если же я раскрою данный объект, то мы увидим, что в прототипе также есть поле name. И прототип как работает? Он идет сверху вниз. То есть, если он на верхнем уровне находит какое-то поле или какую-то функцию, он сразу же его вызывает. Но если он ничего не находит, то тогда он обращается к прототипу и пытается найти что-то в нем. Если же и в этом прототипе ничего нет, то он дальше идет по цепочке прототипов и находит тот метод, который он должен вызвать. То есть, например, так мы пользуемся функцией toString. Но если же он не находит ничего в прототипе, то тогда выдает ошибку. То есть, это легко доказать, что мы можем у объекта Lena вызвать метод to, допустим, sayHello. И, как видите, мы получаем какой-то результат. Хотя на самом деле мы знаем, что функция sayHello находится в прототипе прототипа данного объекта. И на самом деле это все, что касается прототипов. То есть, еще раз, это определенный объект, который присутствует у объектов, и он вызывается по цепочке сверху вниз. То есть, если мы находим какие-то поля на верхнем уровне или функции, мы обращаемся к ним. Если не находим, мы идем вниз по прототипу и ищем либо поля, либо функции. Теперь то, что я говорил в начале ролика, про то, что на самом деле в JavaScript все является объектами. Как это работает? Допустим, я могу создать переменную str, которая будет являться пустой строкой, например, imString. Да, если мы, допустим, сейчас посмотрим в браузере на то, что такое str, то мы получим ожидаемый результат. То есть, это обычная строка. Но теперь, если мы обратимся к этому str и нажмем точку, то мы увидим, какие, в принципе, методы и поля есть у, на самом деле, данного объекта. То есть, например, точка length. Мы получаем длину данной строки. Допустим, можем вызвать какой-нибудь другой метод, например, boat, и мы получим нашу строку, обернутую в тег b. Но как нам узнать, какие, в принципе, есть поля у данного объекта, у данной строки? Для этого нам достаточно немного переписать инициализацию этой строки, потому что на самом деле это тоже определенный ярлык. и то, что происходит за кулисами, выглядит примерно так. Мы создаем строку через глобальный класс newString. И вот здесь мы получаем строку. Теперь, если мы обновим страницу и напишем str, то в консоли мы увидим, что здесь написано string, потому что это некоторый родительский класс. И дальше в фигурный скобок, то есть в объекте, указано значение этой строки. Если же мы раскроем этот объект, то здесь мы увидим поле length, которое мы вызывали. И дальше у этой строки есть также объект proto, который, если мы раскроем, то мы увидим прототип строки, где мы увидим большое количество методов, которые мы можем вызывать у строки. И, как вы знаете, многие из этих методов вы вызываете часто и пользуетесь ими. Однако, если же мы раскроем еще proto, то дальше мы опять увидим sayHello, например, который мы создавали у объекта, потому что на самом деле класс object является самым главным классом в JavaScript, и все от него идет. То есть тем самым мы доказали, что, в принципе, строка является также объектом. Но у него есть над классом object еще один класс string. То есть, по сути, мы можем обратиться к строке и написать sayHello. То есть, как видите, мы получаем тот же самый результат, но при этом мы работаем со строкой. И на самом деле это все. То есть больше про прототипы даже рассказывать не о чем, потому что, по сути, это некоторый объект, с помощью которого мы расширяем свойства объектов или классов. И с помощью него мы можем устраивать определенное наследование внутри JavaScript, что бывает порой очень удобно. Спасибо.